Привет, город Далгопелс. Вы смотрите новости Далгопелса, но прежде чем я их начну, это выпуск второй. До этого у меня было одно видео, которое в этом году я выложил на свой канал. Оно связано было с казино, поэтому вся дополнительная информация под этим видео. Это видео для тех, кто скорее всего находится очень далеко от города Далгопелс. Те, кто сейчас скорее всего просто работают за границей или просто живут и работают за границей. И нет возможности побыть в городе Далгопелс. Но вам просто не безразличен город Далгопелс, либо вы просто коренной дагопелчанин. Побыл я несколько дней в городе Далгопелс. Есть вещи, которые изменились в Далгопелс, а есть вещи, которые до сих пор еще не изменились. Давайте я начну тогда новости Далгопелса и буду вам читать газету сейчас, последний в общем выпуск. Приветствую вас еще раз в город Далгопелс, дагополчане. Начну я с цветов, потому что эти цветы я привез в город Далгопелс, эти цветы мне дала бабушка. Блин, я не могу понюхать их, потому что у нас заложен, ну у меня насморк, есть небольшой насморк. В общем, у меня в руках газета сейчас, последний выпуск, 40 номер, 978 выпуск, газета за 5 октября, в общем, 2017 года, цена 50 центов. И я в общем буду читать вам газету и затрагивать самые топовые темы, ну последние темы города Далгопелс. Газета сейчас. Тыквоводы на старт до 20 октября принимают заявки на участие в чемпионате «Самая большая тыква Латвия». Если у вас есть, в общем, тыква, то можете принять, в общем, ну в таком вот конкурсе. Лучший гонщик Латвии Анджей Лебедев писал в очередную страницу в истории латвийского спидвея, завоевав медаль двух крупнейших первенств мира. Ну, кто знает Анджей Лебедева, тот знает, что многим нравится спидвей. Я, мне никогда, в общем, не нравился спидвей, но Анджей Лебедев все-таки это гордость, может, отдал вопрос. Новости из ПЖК. Обещание к смэра Андрея Элсинж о понижении тарифа не с болезненного года. Квартплата увеличится. Ну, вот такая вот новость, да, то есть это топовая тема. Постоянно квартплата увеличивается, цены на товар увеличиваются. Все, каждый год нам в политике обещают, что будет зарплата, будет, все будет, но только обещание вместо денег. И я слышал про Андрея Элсинжа, да, то есть он был два месяца мэром города Далгопос, потом его сняли с поста и стал Рихард Эггем. И тут ничего нельзя сказать по поводу Андрея Элсинжа, потому что у меня как бы свое мнение есть по поводу всей этой темы. Как бы вот человек был два месяца на посту, вот, и человеку просто не дали даже год побыть на посту. Взяли и сняли с поста, и это достаточно странно. Вот, и кто знает Эггема, кто поймет, что опять на Новый год там даст всем бесплатные конфеты, а зарплата не будет нормальной. То есть маленькая будет зарплата, а цены будут расти там на товары. У меня мнение такое, что нужно давать все-таки молодым дорогу. Ну, зачем вот нужны какие-то мэры города, которые уже так и так знают, ну, тот же Лахпличес, вроде опытный человек, вот, но он уже не такой молодой, да. А почему не дают, например, Андрею Элсинжу, ну, побыть на посту целый год, набраться просто этого опыта. Ну, это лично мое мнение, да, то есть пусть он будет неопытный, но пусть этот человек, молодой именно там, какой-то начинающий депутат, уже на посту мэра города набирается этого опыта. И пусть он там какие-то, да, пусть не все там идеально будет в городе, но пусть попробует что-то сделать для города Даллопилс. Пусть, ну, эти зарплаты будут не такие высокие, но хотя бы поможет, опять же, бедным семьям в городе Даллопилс. Небольшое отступление, в общем, я был в этой новой Максиме, то есть не в новой, а которую обновили, и меня обрадовало то, что там цены дешевые. А вот я как бы сам в Риге уже восьмой месяц живу, и цены здесь, конечно, в Риге очень дорогие. Ну, как я сам уже рижанин. А вот в Даллопилсе все-таки, вот кто живет, тот поймет, что все-таки в Даллопилсе все-таки выгоднее некоторые вещи просто покупать, ну, по этой цене. Допустим, нужно отремонтировать компьютер, то это будет дешевле сделать в Даллопилсе. А, допустим, эта услуга, которая в Риге, это будет в два раза дороже. Даже в Риге по стрице уже стоит 7 евро, а в Даллопилсе это будет 5 евро стоит. Ну, я имею в виду про мужскую стрижку. Продолжим читать дальше. Страница номер 4. Новости города. Город готовит к зиме. Руководители предприятия и структуры самораповляне докладывают о готовности к зимнему периоду. До прихода холодов нужно успеть выполнить некоторые работы, в том числе и жителям. Так что горожане Даллопилсе готовься к зиме, потому что оно уже скоро. Расширит пенсионат, начинает крупные проекты. На последнее заседание Думы депутаты дали разрешение Департаменту развития на заключение договора по реализации ряда важных для города проектов. Среди них строительство и реконструкция зданий для развития коммерческой деятельности, перестройки и строительства корпусов в школе дизайна и искусства, САУС, повышение энергоэффективности в здании начального звена, 12-й средней школе на улице Елговас, ремонт внутренних помещений дворца культуры городского отделения ЗАГС. Но, как видите, в городе Даллопус хотят что-то делать. Такого не было, чтобы в городе Даллопус ничего не делали. Как я вижу, здесь что-то хотят, в общем, сделать. Хотят, короче, разобрать стадион. Стадионы разберут на запчасти. То есть, ломать, а не строить. Главой спецслужбы Стелла Нона Якубовская. Ну, типа назначения. Депутат Думы назначили руководителя социальной службы Долговкилса Нону Якубовскую. Этого она в течение двух месяцев временно исполняла обязанности главой этой структуры. Одной строкой. Пенсионерам повысили доходы. Ну, типа это хорошая новость. 1 октября в нашей стране произошло индексация пенсии, которая не превышает 300-409 евро. К нам применили индекс 1,439. Чем больше пенсия, тем больше прибавка к ней. В результате индекса такой принцип действует в течение многих лет. Таким образом, получать от пенсии в 200 евро станет получать на 8,78 евро. А кто получает 300 евро на 13,7 евро больше. Ну, то есть, это вот такая важная информация. Еще вот что важно. Те, кто получает пенсии больше 349 евро, могут рассчитывать на индексацию лишь части пенсии. Все они станут получать на 15,32 евро больше ежемесячно. Жилищный фонд. Страница 6. Обещания не сбылись. Квартплата повышается. Ну, я по-быстрому зачитаю вам некоторые моменты. Топовые моменты. На значение Андрей Элчин, член правления ПЖКК Александр Саманин, провел первую пресс-конференцию на веренном ему предприятии. И для начала он информировал о том, что обещанные горожанам-эксмерам благо несбыточны. В частности, тариф на обслуживание будет не пониже, а наоборот повыше. Это как бы и не хорошо, и не плохо, как бы, ну, не жарко. Постоянно повышают какие-то цены в Латвии, и это никого не радует. Вот бы сказали, там написали, мы повышим минимальную зарплату, но не будем повышать квартплату к зиме. Ну, сами понимаете, да, то есть, зачем повышать цены в Латвии, и народ и так страдает. Бедный, нищий, эту квартплату поднимает, в общем. Ну, это лишь мое мнение. Может, и нужно повысить, чтобы что-то изменилось в Латвии, но ничего не изменяется. Я бы написал, ну, то есть, я бы написал, дал указ, повысить всем зарплату. Неважно, это город Даллупас или это был город Рига. То есть, всем городам Латвии надо повысить зарплату, но квартплату не надо повышать. И так, цены на все поднимаются, а зарплату, ну, нифига не поднимают. Ну, уже народу надоело, зарплату не поднимают. Вот еще одна новость. Закупки для своих, как согласие, тратило народные деньги. Ну, побыстрее начитаем. В качестве одного из своих добрых дел на посту мэра города Андре Элшин называется «Знание программ поддержки приемных семей». Анализ удобрения его команды предприятия оставляет задуматься, кого именно хотел поддержать согласие. Приемные семьи или приближение к политической силе фирмы. Вот еще кадровая политика, я вам просто хочу зачитать цифры. Эти сотрудники пришли через кабинет мэра. Когда мэром данного пасса был Андре Элшин, ну, я вам уже говорил, что два месяца он был на посту мэра города, но его сняли с поста. И это очень странно. На предприятии теплосетей появилось два новых работника. Один должен был оценить верность стратегии развития предприятия, другой реализовать же я, несмотря на оценку первого. Зарплата каждому 3000 евро. Представляете, каждому 3000 евро. Я только не могу мечтать о такой зарплате. Представляете, 3000 евро каждому работнику. Это, короче, теплотехнику. Ну, далку симптом пыльки. Каждому 3000 евро. Вот это зарплата. Вот это нормальная зарплата. Каждому горожанину 3000 евро. Ну, тут только именно этим работникам обещали 3000 евро. Ну, могу вам зачитать. Забег Далгупилса Мешцем собрал около 800 участников. Ну, кто ведет здоровый образ жизни. Вот уже 50-й раз в нашем городе прошел ежегодный традиционный забег Далгупилса Мешцем. В этом году в нем приняли участие около 800 любителей активного отдыха со всей Латвии, а также из соседних Белоруссии и Литвии. На сей раз организатором и представителем департамента спорта и молодежи было продумано большее количество различных дистанций, как для самых маленьких, так и для профессиональных спортсменов. Вообще, я люблю бегать. Гороскоп. Что написано? Ну, я почитаю свой гороскоп. Скорпион. Вероятно, что скорпионам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами, с решением финансовых вопросов. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки своего положения и определить цель своей жизни. И деятельность недели характеризуется неуравне вешенности и дисгармонии. Скорпионы смогут убедиться в широте своих возможностей, когда в критических ситуациях подчеркнут энергию из личных скрытых резервов. Это мой гороскоп. Спортивный калейдоскоп. 40-я страница. Давайте я немножко вам прочитаю про лучшего гонщика Латвии. Анджей Лебедев писал очередную страницу в истории латвийского спидвейса Юваев в медали двух сильнейших первенства мира. Сначала он стал вице-чемпионом Польши, а затем чемпионом Швеции. Ну что я могу сказать, красавчик, молодец. Хоть чем-то радует город Далгополс, пусть не зарплатами, но зато у нас замечательные спортсмены, как Анджей Лебедев по спидвею. Ну спидвея я уже говорил, что он мне не нравился никогда, но вот за Анджей Лебедева я очень рад. Все. Все важные моменты, топовые моменты я затронул в городе Далгополс. Если я даже не затронул, просто пишите это в комментариях. В общем, вы смотрели новости Далгополса. Выпуск 2. Блин, перед этим у меня лучше как-то получалось, и в этот раз что-то не так. Ну, наверное, от волнения переволновался. Пам-пам-пам. Новости Далгополса.